Смотрите, я хотел бы еще, вот мы все время о нации говорим, но на примере с Булгаковым, то есть о чем ситуацию, собачье сердце, берем там, ну и мастер Маргарита, там же вся советская действительность показана. Или белую ворну. Ну вот лучше все-таки мастер Маргарита и собачье сердце. И сейчас то, что реализовалось, по сути, вот сюжет, который там был в книге, он полностью реализован на Булгакове, только в обратную сторону. О чем пишет Булгаков? Конечно, там ни украинцах, ни о русских, ни о чем. Он о толпе, о массе, о доминировании массы, соответственно, вот режимы, построенные на доминировании массы. Когда мы говорим об Украине, мы почему-то все время употребляем концепт нация. Вот все, что я послушаю, нету нации. Вот это все как бы разные представления разных групп. Есть масса, которая себя ведет как шариков, по сути, там... На каком-то этапе классовый подход, на каком-то национальный подход. Это неважно. Это форма реализации собственного требования доминировать. То есть, мне кажется, что когда ты серьезно обсуждаешь по поводу нации, ты тратишь силы зря, потому что здесь не о нации. Здесь массовая психология, совершенно дикая, примитивная, свирепая, естественно, свирепая, которая будет прикрываться спокойно любой идеологией. И если, например, я сейчас радикально специально говорю, если так говорить, то надо говорить, что нету здесь никакой нации. Здесь есть просто территория, государство, на котором привычно сложились некоторые формы общения, языки. А сама психология этого всего организации, она такая, скорее, массовая. Ничего объединяющего нету. Я бы сказал так, что тут всегда есть, ну, последние, там, сто лет, тут есть нация, и ее всегда 10-15%. Тут всегда есть пролетариат, и вот 10-15%. 10-15, это, понимаешь? Тут всегда есть фундаменталисты от религии, их тоже всегда 10-15%. Тут есть кто угодно. А теперь на этом уровне я бы сказал, смотри, слушая Датюка, слушайте, Украина такое стратное образование, в котором живут вот эти вот все радикальные группы, которые пышут ненавистью друг к другу, но им удается друг друга не убивать. Они все это сбрасывают в срачах. И, в принципе, то, о чем говорит Датюк, чтобы мирно жили, они живут совместно. Только там не форма, а как хочет Датюк, чтобы разговаривали прилично. Они живут в эмоциональном контакте. И спокойно выживают. И когда становится плохо, все объединяются против Путина. Ты покажешь так, что вроде это хорошо. Я тебе объясню. Проблема в том, что когда мы Путина победим, мы вернемся обратно. Нет, все только начнется. Да. Потому что вся та агрессия, которая уходила вовне, она же теперь вернется сюда. Да. И всем припорим. А, вы еще до сих пор на русском говорите. У вас дома еще Томик Булгакова стоит. Да подожди, смотри. Сразу после этого автоматически найдем лидера, организуем партию, которая против тех, кто против на русском. Короче, начнется. То есть это все организуемо. Я имею в виду, что дальше жизнь продолжится. Только вот мы почему-то воспринимаем сейчас, что это какое-то что-то неправильно. Это не полития, не аристократия и так далее. Да, это особый путь украинский. И вот такое вот пространство. Нам надо упорядочить срач. Нам надо упорядочить срач, чтобы появилось больше правил. Вот это ты как бы идешь уже, потому что мне более приемлемо. Потому что я говорю, вот у нас срач, я, Олег, уважаю ваш срач, а давай его сделаем как-то с метками какими-то там, ведем порядок там, через каждые 15 минут, каждый ненависть волевая друг на друга. Срач, без хейкера и без смысл от деструкции. Тогда можно. Нет, нет, смотри. Первое, что я хотел бы, чтобы мне разрешили, вот Юра сказал, Олег, у тебя будет 15 минут, и ты можешь хейтить кого хочешь. Хорошо, Юра. Но когда мои будет 15 минут, ты не будешь мне мешать хейтить. Юра, не буду мешать. Я просто выхожу. То есть если, как бы, один смысл предложен, другой, третий, но находится кто-то, кто его разрушает, а еще и находятся те, кто как бы на личности переходят и начинает хейтинг. Смотри, я сейчас расскажу из следующего, что все разговоры, я сейчас радикально позицию специально занимаю, какой-то крайний, я говорю, что все разговоры, которые вы ведете, они не имеют отношения к делу. Они не имеют отношения к суде тому, как я организован. Я хочу по-другому. Если вы мне позволите, если вы мне позволите по-другому, и походу Юра будет мне комментировать. Речь идет не в том, что тебе позволить и не позволить. Когда мне Юра будет комментировать, я буду хейтить и так далее, а Юра будет спокойно говорить, да, твои 15 минут на хейтинг. Знаешь, к чему это приведет? Я через 15 минут привыкну. Это хейтинг. Юра это говорит. Происходит все вот так. У меня рефлексия появляется, я начинаю понимать, о чем это. А когда мне сегодня говорят, ты шариком... Проблема с врача не в том, что мы слышим, не слышим, ненависть, не ненависть. И с националистами в чем проблема? Никто не возражает, чтобы были националисты. Никто не возражает, чтобы был пролетарский интернационализм. Никто не возражает против правого, против левого, да против чего угодно. Даже против исламского фундаментализма. Проблемы начинаются, когда те кто-то приходит и говорит, нет, только вот так.